В городе состоялся парад войск. Правда, в качестве военных выступили маленькие муравленковцы. Воспитанники детских садов приняли участие в смотре конкурсе «Строя и песни». Он посвящен 72-й годовщине со дня Великой Победы. Ани Григорян расскажет, как это было. Чеканя шаг, дружными рядами один за другим выходили отряды маленьких пограничников, танкистов, пехотинцев и моряков. Дашкалята стараются во всем походить на военных и маршируют, как настоящие солдаты. Парад, посвященный 72-й годовщине Победы, как и полагается, начался с сдачи рапорта командиров отрядов, который принимал старший сержант воздушно-десантных войск Александр Кузьминский. Отряд юных моряков готов к показать о них выступления. Рапорта стартовой командирки с подругом вашим. Рапорта приятного. В течение нескольких недель воспитанники детских садов готовились к этому дню. Находили речевки и песни, учились ходить строевым шагом, подбирали форму. Воспитанники детского сада «Дельфин» представляли войска Министерства внутренних дел. Перед выступлением малыши волнуются. Ведь это первый в их жизни парад. Все было хорошо и мирно. Чтобы мы хорошо выступили. Чтобы все на нас посмотрели. Мне очень-очень все понравилось. Было очень-очень много садов. Мне все сады понравились. Они были очень-очень молодцы. Они были достойны грамоты, медалей. Инициаторами и организаторами парада дошкольника выступил коллектив детского сада «Снежинка». Проект уникальный. Воспитанники детских садов доказали свою готовность быть активными участниками городских мероприятий патриотической направленности. Дети с самого раннего детства должны знать историю, начинание своих предков, подвиги своих предков. Потому что жить им еще очень долго и делать историю. Все мероприятие было пропитано духом патриотизма, гордости за свою страну, подвиг народа и великую победу. Завершился парад дошкольников праздничным салютом. Праздник прошел очень здорово, что детям прививают чувство патриотизма. В наше время это очень большой задаток для детей. Мне очень понравилось, очень организованно. Молодцы, «Снежинка». Парад очень хороший, что воспитывает патриотизм у детей. Все 10 отрядов были награждены дипломами и памятными знаками. Организаторы уверены, что парад дошкольников, посвященный Дню Победы, станет доброй традицией. Ани Григориан, Сергей Шалафан, телерадиокомпания, Муравленко ТВ.